Дарья Рудановская, координатор Human Rights Incubator Об этом новом проекте первозащитном мы тоже расскажем Я этот сайт откровенно люблю и использую свое рабочее время сегодня Для того, чтобы привлечь внимание наших дорогих радиослушателей и зрителей К этому волшебному проекту Журналисты его Григорий Охотин и Григорий Турново Даниил Беленсон, программист и человек, который занимается разработкой баз данных на ОВД-Инфо Ну и Даша как, так сказать, припнувший идеологический друг А с Григорием Охотиным вы вместе сейчас делаете этот новый проект, о котором мы и скажем Значит, друзья мои, я прям очень хочу начать с сайта ОВД-Инфо Сайт, в общем, очень серьезный Он родился в 2011 году как реакция на массовые задержания во время протестных действий народных Если я что-нибудь не то говорю, вы меня можете поправлять Но сейчас все это, конечно же, выглядит совершенно по-другому Потому что массовые шествия у нас запрещены И народ выходит на одиночные пикеты И вот я открываю ваш сайт И просто вот в ленте новостей Я читаю такой довольно, ну, как бы почти смешной набор событий Задержан человек в маске Путина Или там несколько человек уже в масках Путина задержаны Задержаны уличные музыканты Потом они отпущены Значит, Павленский бесконечно переезжает из суда куда-нибудь еще И это сопровождается тоже какими-то такими вот эффектами У меня такое впечатление, что это два разных мира Мир, вот если мы к миру телевизора обратимся Мир второго канала там или первого Кажется, что весь народ марширует, как при Советском Союзе, куда-то в светлое будущее А когда читаешь ваш сайт, то ощущение, что собрались в России такие бароны Мюнхгаузены Или какие-то люди, вот поклонники Артема Лоскутова или дух его вселился И народ даже не то, чтобы протестует против власти, а он с каким-то особым цинизмом и юмором это делает Я не знаю, вот что вы скажете про этот эффект Гриша, я не права? Тут вопрос в некоторой неправильной выборке То, что ты видишь про одиночные пикеты, это все действительно довольно бывает и смешно сознательно Нет, и грустно, конечно Ну смешно, смешно, смешно как метод, да, что там в Москве Путина и так далее, какие-то перформансы Но это смешно, и когда все эти заголовки попадают в ряд Смешно, немножко в негативном смысле слова Разумеется Потому что здесь этот протест немножечко вызывает иронию Но на самом деле просто они сильно заметнее конкретно в нашей ленте Одиночные пикетчики, юмористы и перформансисты Но есть протест, который вполне серьезный Не особо молчаливый, но довольно такой, с сжатыми губами И он в основном сейчас происходит на окраинах Москвы Это локальный протест против сноса разных домов, строек и так далее Не сказать, чтобы они с каким-то особым цинизмом и юмором протестуют против Путина Они протестуют против конкретных совершенно вещей А давят их ровно так же, как тех, кого давили на оборотной площади и так далее На самом деле сейчас это основное из-за того, что попадает в нашу ленту Если говорить про Москву А это не некоторый эффект, медийный эффект Что другие люди заметнее и больше Но на самом деле неправильно говорить, что нас все запретили И протестуют только одиночные пикетчики Это твоя оптика Немножечко в оптику выдают Как вы можете прокомментировать эти мои представления и впечатления? Вы все-таки отбираете, но как вот вы, насколько я понимаю, занимаетесь представлением материала на сайте в том числе Как этот отбор появляется? Ну нет Народный, нет Этот отбор появляется естественным путем мониторинга Когда, с одной стороны, кого-то задерживают И эти люди звонят на горячую линию И мы проявляем информацию После этого она появляется на сайте В случае задержания Или это мониторинг так называемого политического прессинга Который мы тоже сейчас введем в той же ленте То есть это не специальная подборка Я хотел бы прорекламировать наш новый сервис Почтовую рассылку В которую как раз попадают такие самые удивительные за неделю события А как этим воспользоваться? Можно зайти на сайт И там есть форма подписки на рассылку в подвале Просто нужно туда ввести свой e-mail и подписаться И тогда раз в неделю вы будете получать некоторую сводку новостей Да, это для любителей И, конечно, последить за судьбой своих друзей, которых задержали Я бы сказал, не совсем Потому что читать каждый день Мы, там, три года назад Нас можно было читать Потому что мы писали тогда, когда происходило что-то важное А сейчас мы пишем каждый день И большинству людей Как раз кроме их знакомых юристов и родственников Это совершенно неинтересно Но неинтересно, что задержали Василия Васильева в Томске На пикете против, не знаю, неустановки памятника Пушкину Но неинтересна эта новость среднестатистическому человеку И читать это каждый день невозможно А в рассылке ты получаешь всю картину репрессии за неделю Можешь ее прочесть за две-три минуты Но это полезно и нужно Я бы добавил, сделал акцент на том, что уже сказал Даня Про то, что мы все-таки уже довольно давно пишем Не только про задержания Пишем разные виды политических преследований В том числе и уголовных И здесь уже совсем бывает не до смеха Ну это ваша, в общем, специфика Конечно, не до смеха Среди новостей, которые сегодня Я как раз оставил рассылку Там есть новости про то, что Как Сергея Махнаткина обнаружили в колонии Переломы позвонков И при этом обвиняют его в том, что он якобы Применил насилие к правоохранителям А еще завели новое дело о дезорганизации работы учреждений Конечно, если кто-нибудь видел когда-нибудь Махнаткина в жизни Он был у нас несколько раз в гостях на Радио Свободы До всех этих своих злоуключений Это удивительно Вот все, что ему приписывают Вот все такое агрессивное поведение Это нечто, конечно, не укладывающееся в голове Ну и многое другое То есть и всякие дела И заключение людей в местах лишения свободы Все это тоже к нам попадает Это уже выстраивается Такой совсем снежной картинкой Слушайте, вот я хочу вас еще спросить Про, так сказать, личную ангажерность Вот, ну, расхожее мнение про молодых людей Что, ну, такие московские хипстеры Которые ходят кофе, пьют с ноутбуками Там как-то занимаются дизайном Там и все такое Вот, а почему вас все это интересует? Просто я из-за этой среды Я в этом выросла Я в этом жила И невольно Так или иначе стала всем этим заниматься Мне кажется, все-таки это важный факт И понятно, что мне это интересно Да, была важная история Что я очень активно участвовала В наблюдательском движении На выборах Да, на выборах Тогда, когда этот всплеск был Как-то я была довольно аполитична на самом деле На тот момент И когда все эти истории начались С подтосковками Я поняла, что это касается лично меня Что как-то так Я сходила, проголосовала И тут оказывается, что я вообще зря выкинула свой день У меня двое маленьких детей Я нахожу время Мне это трудно И несмотря на это Тут выясняются такие вещи То есть это коснулось лично меня И на самом деле Вот с этого момента С 11-го года, да? Да Это все началось И покатилось, покатилось, покатилось Как-то теперь вылилось в профессиональную деятельность Какой вопрос, такой ответ Давайте Вопрос отражает какое-то довольно глупое общее представление Разумеется, я специальным образом хочу быть Политично Да Есть рабочая Есть, грубо говоря, твоя активность Есть твое свободное время У меня тоже есть велосипед Я пью кофе У меня есть ноутбук Да Как у всех людей Но А в работе мне нравится Чтобы то, что я умею Было как-то Имело какой-то смысл ОВД-инфо Как и все другие наши проекты Это достаточно профессиональная деятельность Нет, это абсолютно ОВД-инфо Это просто журналистика Для меня это просто журналистика Но с некоторой идеологической миссией Вот Я всю жизнь занимался журналистикой И поэтому для меня, естественно, Свою активную гражданскую позицию Проявлять в своей профессии Я не вижу здесь Как бы В твоем вопросе Я не вижу никакого конфликта А я скорее вижу конфликт в том Чтобы Пить кофе Кататься на велосипеде В свободное время А в несвободное время Приходить в офис И заниматься дизайном Который тебе не нравится Рисуй то, что тебе нравится Вот мы рисуем то, что нам нравится О, прекрасно И пьем кофе при этом Прекрасный Прекрасный ответ Так Даниил Бенлинсон Ваша версия Ну Я, кстати, не хожу пить кофе В свободное время Я вот сюда прихожу Пить кофе Вот очень правильно Приходите Из наших прекрасных кружек Пить с нами кофе Я, в принципе, солидарен с Гришей Вот В том пункте Где Речь идет о смысле работы Начну с того, что Во-первых, я пью чай Во-вторых, я не хипстер И даже не знаю, кто это такие Вот А в-третьих Мне кажется, важным Во-первых, участвовать В низовой инициативе То есть, когда Некоторая группа людей Сама решает Что им делать И в процессе обсуждения Рождаются какие-то важные вещи И второе Я занимался журналистикой Хотя никогда себя журналистом не считал Мне кажется, что очень ценно В нашем проекте Что это такая журналистика Которая может помогать людям Причем Прямо вот сейчас Вступает информация И благодаря распространению этой информации Оказывается, можно даже кому-то помочь Ну, давайте мы поговорим О каких-то конкретных, значит, случаях Вы специализируетесь на уголовных Политических преследованиях Насколько я понимаю Да? Это очень так Это не совсем так Окей Да, ну да Это специализация в этом смысле Это то, что попадает В поле моего зрения Чаще, чем в поле зрения других сотрудников Наверное Наша группа мониторинга Просто смотрит Другие издания Соцсети Поиск информации Кроме того, нам пишут Пишут люди Причем сейчас уже Из самых разных регионов И просто просят нас помочь Распространять какую-то информацию Вот, например Да, какой-нибудь случай Не так давно Нам написали Из Челябинска Про дело Какое, которое Почему-то довольно Мало освещено У нас Делал человека По имени Алексей Морошкин Который В соцсетях Был известен Как Андрей Бреева На которого Было заведено Дело По популярной Нынче статье О призывах К нарушению Территориальной целостности Российской Федерации За то, что он Стал писать О необходимости Создания Уральской Национальной Республики По аналогии С ДНР Донецкой Да, но для него Все кончилось Очень странно Его По решению суда Отправили В психиатрический сценар Как интересно Сейчас на улице Его там Вроде как Он там В относительно Неплохих условиях В отличие от СИЗО В котором он был до этого Но вот Такое решение И очень К сожалению Мало о нем информации Я пытаюсь Помимо того Что я написала Про этот материал Пытаюсь Всем Об этом сообщать Чтобы как-то Привлечь к этому Внимание Тех же Челябинских Правозащитников Наших Каких-то коллег А к нему Доступ есть? Доступ К нему есть То есть На тот момент Когда я Этим делом Занимался Доступ К нему ходила Его мать Которая Все подробности Нам рассказала Но вот После того Как удалось Ее связать С тамошними Проозащитниками Она видимо Как-то Не могла найти Это же тоже Вот это Очень важный момент Что очень многие люди Не всегда понимают Кому им обратиться У нее не было Возможности найти Квот адвоката Хорошего Поэтому она Пользовалась Услугами Адвокатов По назначению Которые Совершенно И не помогали То есть В данном случае Я постарался Насколько я мог Привлечь внимание Еще кого-нибудь Надеется Что Да Да Понятно Гриша Спасибо А какие-нибудь Что называется Добрые и светлые истории Вы помните За Вот Жизнь Существования ОВД-Инфу Вот Ну вот Что называется Журналист Помог Не знаю Полиц заключен Гриша И не помогает Не фиксируемся на этом Адвокатов Шестнадцать человек Мы поэту написали Новость Она дальше Разошлась На мах Москвы Радио Свободы Лента Ру И так далее И через 30 минут Местная ГУВД Местная Пресс-служба ГУВД Нижегородского Написала Пресс-релиз Что вообще не бывает По случаю Задержаний На публичных акциях Пресс-служба ГУВД Не публикует Пресс-релиз Они написали Пресс-релиз Что все было не так А в конце написали Но мы их Уже всех отпустили То есть они совершенно Ну я так Воспроизводу Что они решили Что там Главка Московская Занесалась этим случаем Лучше как бы Как-то от этого Скорее избавиться Так что В принципе Информация Помогает Какой была Ваша компания Я имею ввиду И компания И компания В 11-м году И как сейчас Все это выглядит Как меняются люди Как меняется Структура задержаний Но меня очень интересует Как у вас новости работают Вот по-моему Блистательно Просто Гриша Я уже сказал Естественно Мы смотрим Новости чужие Чужие Это понятно Но выглядит Сети у нас есть уже Но это же все Постепенно происходит Отрастаешь Какими-то контактами Сначала Когда Инфо начинала Я тогда еще Не работал Контакты были Снова московские Довольно быстро Появились Нижегородские А сейчас У нас уже Очень много Людей Которые просто Нам пишут Вот у нас Вот такой случай Это можно сказать Что это активизм Тоже такой Журналистский У нас основной Это горячая линия Ну не основная Может быть уже Но самая эксклюзивная Информация Всегда приходит По горячей линии А дальше Во всех городах Есть какие-то группы Которые знают Что нам надо сообщить Эту информацию А дальше Мы уже начинаем С ней работать То есть В некотором смысле Мы можем Пассивно сидеть И ждать Когда нам что-то сообщат Это не совсем так Мы работаем Но как модель Она продумана Именно так Это действительно происходит То есть Пишет или звонит Человек Там из Ставропольского края И говорит Мы вчера поехали На суд в Астрахани И нас два раза Задерживали на постах ГИБДД И помимо ГИБДДшников Там одни и те же Эшники нас задерживают Сотрудники Центра против экстремизма Поэтому мы решили Что мы уже на суд Не успеваем И поехали обратно Пожалуйста Вот новость Отлично Это вот очень часто Вот так вот бывает Да, я хочу спросить Ну вернуться к тому О чем я начинала говорить Одиннадцатый год И сейчас Если сравнивать Я понимаю Что Да, конечно Совсем Вот если просто говорить Как сказал Гриша Ну власть Вот в своем Вот этом Офигении Находится Да А что с людьми Что Что с людьми Действительно ли Общество стало Более пассивным И Не верят в протесты Не знаю У вас есть такое ощущение? Я Это Очень сложно Это Нет у меня Нет таких ощущений Нет У меня такое ощущение Что люди молчать Как-то больше стали Но думают Они все то же самое Наверное Это то, что протест сместился Нет этих крупных Массовых шествий Я вот это имею в виду Как это сейчас Уже об этом говорил Вот окраины бурлят Мы про это все Не, ну Его в общем-то Нет по понятным причинам Как-то По нынешнему временам Это стало дороже Как и в денежном эквиваленте Так и В плане того, что можно в тюрьму присесть Так что Вот так вот очень сложно Есть какие-то непугольные категории Например Жители окраин Или дальнобойщики Вот Ипотечные Ипотечные С другой стороны Есть люди, которые принципиальные Как-то отстаивают свои права И вот Например Ильдар Дадин Уже сидит в тюрьме И В общем-то Несколько людей Тоже рискуют Попасть Гриша Ахутин Я просто хочу отметить Такую особенность УВД-Инфо Что мы Стараемся У нас нет Например Колумнистики У нас есть Новости У нас есть Аналитика У нас есть Личная история Но у нас нет Колумнистики Почему? Потому что мы Хотим Основываться Исключительно на фактах Раз в год Мы публикуем Свои доклады В которых Видно Сколько было Где акций Сколько его задержали Как-то их анализируем Исходя реально Из фактов Это и есть То, что мы называем Но не только мы Дэйтед журнализм Поэтому характерно То, что Даня Избегает Говорит Что-то Про протест Стал он Таким Или таким Потому что Вообще-то Мы не можем О личном мнении Спрашиваю Да Мы не хотим Этого Понятно Лично Это мнение У нас у всех Есть Конечно У меня Оно таково Что Произошло Много разных Естественных И противоестественных Процессов Например Репрессия Это противоестественный Процесс Который Придуман Для того Чтобы остановить Более естественный Протест Разрастание Не столько Протеста Сколько Гражданской Активности А то, что Сейчас нет Больших Митингов Не только Из-за репрессий Не только Потому что люди устали Потому что Вообще-то Большие Митинги Не каждый День Нужны Если Ты позовешь На день Рождения Я приду К тебе На день Рождения Раз в год Я не буду К тебе Каждый День Ходить На день Рождения Мы Все В Москве На больших Митингах Встретились Кое О чем Договорились И разошлись По своим Домам Делать Конкретные Дела Каждый День Протестовать Но это Надо быть Профессиональным Протестантом Чтобы что Да Вот Чтобы что Нету Сейчас Нету Никакого Несмысла В этих Больших Митингах Ни задачи Никто на них Не зовет Но и не очень В общем Пускают Да Это тоже Но и хочу Напомнить Что до 2011 Года Ситуация была Не лучше Наоборот В 2011-2012 Году Стали согласовывать Митинги В центре Москвы Поэтому совсем Говоришь Что все стало Совсем Совсем Тяжелее И хуже Да нет Сейчас Не та Ситуация Но при этом Гражданская Активность Стала Гораздо Больше В результате Тех Протестов Или в результате Каких-то Других Естественных Процессов И делается Таких Проектов Как УВД-Инфо Каких-то Других Локальных Инициатив Типа Не знаю Там Отстоять Наш Сквер Или Наш Любимый Не знаю Дом Восемнадцатого Века Их стало Гораздо 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 Больше По сравнению С Восьмым Девятым Десятым Годом Давайте уже Про проект Инкубатор Поговорим Расскажите мне Что вы такое Придумали В чем Значит Особенности Надо сказать Что придумал Грифа Я все-таки Администратор Координатор проекта Давайте Вдвоем Тогда будете Рассказывать Поэтому я Наверное Как-то начну Проект Задуман То о чем Более-неволе Для активистов То есть активности Которая растет Снизу Конкурс Который мы сейчас Объявили Называется Конкурс Низовых Инициатив Human Rights Инкубатор И низовые Инициативы По-английски Называются Grassroots То есть Корни травы И это именно Для тех Инициатив Которые Произрастают Снизу Типа Тех О которых Гриф уже Начал говорить И Буквально На этой неделе Мы объявили Конкурс Таких Проектов Низовых Инициатив И Что мы хотим Что вы хотите Увидеть на выходе Кого вы хотите Увидеть Давайте мы начнем С того Что мы хотим Увидеть Не на выходе А на входе На выходе Нам пока Трудно говорить На входе Мы хотим Поддержать Такие инициативы Которые Зародились Уже в обществе Мы хотим Их увидеть Хотим Чтобы они Как-то стали Заметнее Мы хотим Научить их Работать Как-то грамотно Работать С тем материалом С которым Они Уже сейчас Сталкиваются Мы хотим Поддержать Мы хотим Оказать Инфраструктурную Поддержку Информационную Поддержку И финансово Также поддержать У нас Конкурс Предусматривает Финансовую поддержку До 885 тысяч Но главное Не это Главное Мы хотим Просто дать денег Можно Понятно Что это Ничем Не закончится Мы хотим Главное Создать Какой-то Комьюнити Вокруг Таких Инициатив Из таких Инициатив Мы хотим Чтобы этот Опыт Который Есть у Больших Организаций У больших НКО Эти технологии Которые Выработаны Уже Стали Использоваться И Гражданскими Активистами Которые Делают Что-то На волонтерских Сейчас Началах То есть В первую Очередь Все-таки Это Конкурс Для Волонтерских Организаций Объединений А не Профессиональных НКО И Мы хотим Дать им Жизнь Как-то Дать им Возможность Стать на ноги Чем занимаются Эти волонтерские Организации Чего они Волонтерят Смотрите Они очень Разные И мы Сами Еще пока До конца Хотим Понять Что Нащупываете Да Собственная задача Этого конкурса В том числе Нащупать И понятия Выявить Их Но Например Организация Русузник Которая Оказывала Юридическую Это был Типичный Пример Низовой Инициативы Когда Нужно было Найти деньги На юридическую Помощь Они С абсолютно Волонтерских Началах Искали Эти деньги На юридическую Помощь И Ее оказывали Тем, кому Было нужно Это вот Типичный Пример Низовой Инициативы Раз уж Мы говорим О ВД-Инфо И ВД-Инфо Тоже в свое время Была типичной Низовой Инициативой Потому что Родилась Абсолютно Спонтанно Из объединения Сколько Я не знаю Трех Четырех Людей Которые Также на Волонтерских Основаниях Помогали Людям Которые Оказались Трудной Ситуацией В результате Протестных Акций Конечно Мы хотим Посмотреть На все Это Шире И Оказать Помощь Поддержку Людям Которые Возможно Даже И не Называют Себя Правозащитниками Или Гражданскими Активистами Но на самом деле По факту Эта деятельность Не осознавая Того Ей уже Занимаются И мы Хотим Расширить Как бы Наш Кругозор Наш Сферу Наших Интересов И этих Людей Тоже Поддержать Помочь Им Отчасти Научить Потому что У нас будут Различные Семинары Мастер-классы Для них Мы будем Проводить Мы будем Оказывать Медийную Поддержку Помогать Распространять Информацию По своим Каналам И в СМИ Научим Их Это делать А чем Я занимаюсь Вот Вот эти Люди Которые Не совсем Вот они Вроде бы Правозащитники Или Не совсем Волонтеры Мы не знаем Больше В России Сейчас Нет гражданского Общества Оно Строится Ты спросила Что мы хотим Видеть На выходе На выходе Мы хотим Видеть Не Грессруц Мы хотим Видеть Поле Поле В целом А сейчас Есть какие-то Отдельные Кустики Ростки И так далее Мы хотим Начать Поливать Это поле То есть Его уже Много Кто поливал На таком Уровне Сороса Американцев И так далее Вливая Много денег В большие организации Мы хотим Поливать Не столько Деньги А маленькие Деньги И знания И технологии В какие-то Группы Которые будут Чем-то таким Заниматься Но именно Правозащитным Не экологическим Не локальным Каким-то Протестом А Правозащитным Чем они Занимаются Мы пока Не знаем Есть в Питере Ребята Которые Сейчас Практически Занимаются Тем же Самым Чем ВД-Инфо То есть Собирают Информацию Задержанных Дальше Развозят Пенки И так далее Есть В Екатеринбурге Объединение Правозащитников И активистов Вокруг Темы полиции Нарушений Прав Людей Которые Разбирают Полиции То есть Такое Локальное Сообщество Людей Есть В Москве Ребята Которые Хотят Устроить Дискуссионный Клуб Потому что Ты как раз Рассказывала Что есть Проблема С количеством Свободных Площадок В Москве Это все Чувствуют И вот Снизу Люди Которые Хотят Иметь Площадку Сейчас Объединяются Пытаются Что-то Такое Построить Это Может быть Все Что угодно Свободы слова Свободы собраний Свободы ассоциаций Потому что Тут Собственно Самые Большие Проблемы Четыре Года Существует И ВДИнфо ВДИнфо Довольно Сильно Окреп И мы Довольно Хорошо Знаем Почему И как Он Окреп Какова Была Технология Его Это Очень Интересно А можно Поделиться С нами Мы Хотим Делиться Этим Знанием Институционально В рамках Инкубатора Как Медуза Которая Быстро Выстрелила Сейчас Организует Школу Школу Журналистики Издательского Ремесла Вот Также Мы Построив ВДИнфо Хотим Начать Передавать Эти знания Другим Могу Сказать Несколько Ключевых Вещей Почему Это Произошло Неинтересно Их Очень Много Тут Написано Слово Миссии И так Далее И так Далее Конечно Прежде Все Потому Что Встретилось Несколько Людей Изначально Это Были Мы С Даней Вдвоем Потом К нам Присоединилось Еще Несколько Людей Которые Были Очень Четкое Понимание Чего Они Пытаются Сделать Достаточно Четкая Идеологическая Мотивировка Но Дальше Было Очень Важно Что То Что Мы Придумали Оказалось Продуктом То Это Оказалось Востребованной Вещью Даня Может Меня Поправит Но Мы В Первый же Месяц Очень Четко Сформулировали Нашу Задачу Что Мы Просто Посредник Между Активистами И СМИ Потому Что СМИ Не доверяют Активистам Активисты Не доверяют СМИ А мы Собираем Эту Информацию И Нам Доверяют Обе Стороны И В результате Мы Выстраиваем Такой Канал Этой Коммуникации Верифицируем Информацию И так Далее Это Мы Довольно Быстренько Придумали И Продумали А потом Этот Продукт Стал Работать Третье Почему Это Вышло Потому Что Нас Поддержали Волонтеры Первые Полтора Года У нас Не было Ни Копейки Денег Нам Они Были И Нужны Но Нам Очень Работала Группа Из 15 Людей Которые Раз В Неделю Один Из Дежурил На Ленте Грубо Говоря И Следующая Была Дико Важна Поддержка Которая Появилась Не Сразу А Именно Институциональная Поддержка Правозащитного Центра Мемориал Который Нас В себя Объял И Всю Свою Инфраструктуру Юридическую Лицо Финансовые Ресурсы Доступ К Юристам Правозащитникам И так Дал Все Это Нам Дал Грубо Говоря Для нас Таким Инкубатором Стал Мемориал А Теперь мы Благодарны За это Хотим Стать Такими Же Для Кого-то Еще Добавить Что мы Открыли Прием Заявок На конкурс У нас Есть сайт В интернете Можно найти По ключевым словам Human Rights Инкубатор Защитный Инкубатор Сайт Инкубатор Мемо HRC Трудно Запомнить Но через Яндекс Он Сейчас Легко Находится И Заявки Будут Приниматься До 1 Сентября Мы Будем Проводить Различные Встречи На которые Будем Приглашать И держать В курсе В общем Welcome У нас На самом деле Есть Ну не Линейка Проектов А некоторый Такой Куст Проектов Сложен Между Собой Связанных В основном С помощью Людей Которые Участвуют У нас Есть ОВД Инфо Сейчас Есть Human Rights Инкубатор А есть Еще Data For Society Если Ты Присуешься К То ты Поймешь Что мы Пытаемся Делать И Вот Data В отличие Human Rights Инкубатор Это Придумано Как Прямая Такая Поддержка Людям Которые Делают А Data В Сайте Просто Хочу Чтобы Даня Пару Слов Сказал С удовольствием Мы Мы Придумали Как Такой Более Не Конкретный Как У Динфо А Штуку Куда Мы Вынесли Некоторое Наше Идеологическое Понимание Чем Мы Хотим Заниматься Мы Пытаемся Создавать Какие-то Инструменты Помощи Для Разных Некоммерческих И не только Некоммерческих Научных Организаций То есть Какие-то Задачи Которые Нам Приходится Решать Мы Стараемся Перебью Речь Это Айтишный Проект Я Понимала Айти Инструмент Мы Стараемся Эти Задачи Решать Абстрактно И Какой-то Вот Свой Опыт Сублимировать Открытое Программное Обеспечение Которым Могут Другие Люди Пользоваться Тоже Вот Абстрактных Проектов Конкретным Я К Грише Дунаву Опять Давайте Про Героев Сайта ОВД Инфо Еще Расскажите Нам Еще Какие-нибудь Истории Да Слушайте Во-первых Кто Эти музыканты Которых Тоже Задерживают И отпускают И протоколы О мелком Хулиганстве Там На них Заводят Кто Эти люди На самом деле Наше Взаимодействие С ручными Музыкантами Началось Благодаря Законодательству Нашего Прекрасного Которая Желая Пресечь Деятельность Участников Окупаев И прогулок Протестных В июне 12-го года Приняло Всякие Поправки Урасточающие Законодательство О митингах И в частности Ввело Замечательную Такую статью В кодекс Административных Понарушениях Целиком Название Не воспроизведу Она Очень длинная Но Там говорится Об организации Одновременного Массового Пребывания Или передвижения Людей То есть Некоторое Какое-то такое Раение Которое не является Митингом Или пикетом Но при этом Что-то нехорошее Там говорится Что оно Препятствует Что оно Затрудняет Движение Граждан Ничего-то Но по факту Это как раз Не учитывается Обычно Вот И Но Удивительно Что Жертвами Действия Этой статьи Стали Например Люди Которые Просто сидят На улице На Арбате И довольно тихо Играют на гитаре Одни И возле них Собирается В течение Какого-то времени Два человека Три И при этом Кто-то на них Жалуется Например А может быть И не жалуется Может они мешают Потому что В это время Где-то неподалеку Будет происходить Какое-то Официозное мероприятие Короче говоря Они подпадают Под действием В частности Вот этой статьи Их задерживают И пишут им Вот эту статью 20.2.2 Что они Своей игрой Организовали Массовое Одновременно Пребывание Или передвижение Забирают у них Гитару Как вещественное доказательство Часто еще Эти гитары И другие инструменты Пилу Забрали Да Исполнитель на пиле У него забрали пилу Гитары Тоже бывают Иногда уникальные Совершенно самодельные Какие-то удивительные инструменты Которые больше Ни у кого нет Они иногда Ломаются В руках Правоохранителей Правоохранителей Позавчера Кажется Задерживали И написали Мелое хулиганство Но это обычная практика Когда вообще неизвестно Что человеку приписать Проще всего сказать Что он ругался матом И выписать ему штраф 500 рублей Чтобы не возиться Надо же объяснить Что задержали Нельзя же признать Что это ошибка была Такого почти не бывает Специальный раздел на сайте Он называется Свой опыт Те люди Которых задержали Что-то с ними произошло Необычное Мы стараемся их Мы их просим Просто потом Своими словами Описать Что случилось И у нас есть Целый раздел В котором собраны Все эти истории И там На самом деле Там действительно Очень много всего Комичного И трагичного И стерилистического И стерилистического Скорее я думаю Да История проишетки Это история Про то как человеку Отказавшемуся Представляться После задержания По-моему это была Выход на Попытка выхода На Тверскую Или на Манежную После приговора По полотному делу А человека задержали Он отказался Представляться В отделе И Полицейские Просто придумали ему фамилию Назвали его Решеткиным И под такой фамилией Мало того Что его там продержали Так еще и суд Вынес его приговор Отправил его под арест Но это был Более того Более того Был документ Они произвели Тут история С точки зрения Правозащиты История тут в том Что менты придумали Фамилию новую Решеткину Человек от него Не отрицался Дальше они Произвели документы Его отвезли в суд В суде тоже Произвели документы Дальше его отвезли Ну не в СИЗО А в СИЗО Для административных Такой Спецприемник Там тоже Произвели документы То есть Бюрократическая машина Произвела много документов На имя Решеткина А вообще-то по закону Каждый раз Когда ты производишь документы Ты должен посадить в паспорт Они естественно Я только хотела И это сказали И это была штука Которая чуть не взрывала Всю эту систему Потому что Мы нашли им Хороших адвокатов И так далее Я честно говоря Не помню По-моему это все-таки Закончилось ничем Но думаю Что какие-то головы Там могли Нет Я имею в виду С точки зрения Системы Последствия для системы История замечательная Ее чуть не купила Не для экранизации Но для фичера Роллинг Стоуна С американской Они офигели Когда мы это рассказали Ну это грандиозно Слушайте Ну мне сам этот человек Нравится тоже То есть он просто Он сидел там И в своем там КПЗ Да И Решеткин я Да Вот так вот Решеткин Опять-таки Он с нами связался Вернее Его девушка с нами связалась Мы про это писали Но он сам И его юрист Довольно быстро поняли Что если он смолчит И доведет эту историю До конца То это будет грандиозный Грандиозный скандал А я хотел зацепиться Немножко за музыкантов И сказать Что вот эти музыканты Они после этого Или Гриша поправит Может не после этого Но в общем Они в итоге стали Объединяться в профсоюз Вообще Как почти всегда Протест приводит к тому Что люди начинают Использовать инструменты Гражданской общества Чтобы что-то делать Когда они сталкиваются С проблемой Они выходят Их бьют А дальше они вовлекаются Вот мы не хотим В рамках Human Rights Incubator Не хотим И не можем И не будем Поддерживать протест Но мы хотим Можем и будем Поддерживать такие инструменты Когда мы не можем Поддержать музыкантов Но если они начинают Создавать структуру Профсоюз Это наше дело Это мы можем поддержать Вот тебе классический пример Низовой инициативы Спасибо Отлично Профсоюз Музыканты А еще вот эти люди В масках Путина Извините Что мой такой Персональный интерес Ну правда Что-нибудь про них известно Что это за Волшебные персонажи Нет это не скрывается Правда они стали Размножаться Потому что В последнее время Было Вот это тоже здорово Что они как-то Как Это на самом деле Довольно такая Странная история Потому что Вы знаете наверное Про статью 212.1 Которую собственно Это вот наша Так сказать Статья Статья для людей Про которых мы Пишем Потому что По ней карают Тех Кого В отношении Кого вы несколько раз Вынесли Административные решения О нарушениях На митингах Если в течение полугода Человек набирается Больше трех таких Зафиксированных Полиции Судом правонарушения Его могут уже Преследовать Уголовным образом Поэтому По этой статье Сидит Лидердатин Сейчас Так вот Человек в маске Путина Стал выходить На Красную площадь И гулять По его окрестностям В частности С плакатом Не боюсь Статья 211.1 И уже За полгода Он кажется Восемь раз Был задержан И на него составляли протокол Про судебные Мы не знаем пока решения Потому что важно Что эта статья Начинает действовать Когда есть судебные решения Что мы просто Не можем ничего сказать Но мы знаем Что он уже Восемь раз Его задерживают Написали мы протокол Руно По этим Административным Статьям По этой статье Да Это про протест Против конкретной Статья Которая Действительно Совершенно ужасная Она На самом деле Это Практически Первая Статья Даже В довольно Странном Родительском Законодательстве Которая Напрямую Нарушает Нормы Вообще Законотворчества И Конституции Как таковые Потому что Нельзя судить За одно и то же Преступление Дважды А оно Судит сначала В административном Порядке Ты посиди В спецприемнике Заплати штраф И так далее Если ты Несколько раз Это сделаешь Еще посиди Как Ильдар Дадин Три года В тюрьме В рамках уголовного дела Это напрямую Запрещено А Дадина отправили по этой статье Да Именно по этой статье Понятно А когда она появилась Вообще Она появилась В прошлом году Она начала действовать С 15-го года Появилась она в 14-м Вообще Начиная с Болотной площади У нас каждый год Ужесточается Законодательство О митингах Каждый год Что-нибудь новенькое Придумывают Последнее Что они придумали Это после протестов Дальнобойщиков Они Таки Приняли Запрет На Автомобильную Роли Как протестную акцию Приравняли ее К протестную То есть потребовали Чтобы было согласование Перед этим Они среагировали Собственно На самоборотный протест И там Кучу всего ввели А потом Они среагировали На Новые формы Там типа Наокупая Бай На массовые пикеты Вели Это Одновременное Массовое пребывание А последнее В общем Это довольно глупая Статья 212.1 Потому что Она против Очень маленького Количества людей Она против Действительно Совсем таких Тру активистов Часть их Просто жизни Ходить на улицу На изночные пикеты Таких мало Мы считали По Москве Что Когда ее только ввели Что ну где-то 15-20 человек Максимум Вообще Подсудно Под этой статьи В год Скорее всего Это просто акт террора Устрашения Потому что Применять Применять они ее не будут Потому что Неплокова Ну кроме Как вот Несколько людей Но знают Про нее уже почти все Вообще Вообще не скрывали Когда подавался Законопроект Что это ответ На Майдан Чтобы у нас Тут не повторился Майдан Там было много Это на самом деле Была часть Большого пакета Как это водится Большого пакета Поправок Очередного Законодательства О свободе собраний Где было Там Много всего Сказано О том Что нельзя Никаких предметов Которые могут гореть Это естественно Была реакция На покрышках И всякие ограничения Еще там А и ужесточение Конечно штрафов Гораздо больше штрафов Больше возможностей Для того чтобы Человека подвергнуть Административному аресту И сроки этого ареста Увеличились То есть Эта статья Это была как бы Такая вишенка на торте Или там В общем вершина Такого целого Большого Большого Такого Большой пачки Я вот до сих пор Не могу понять Почему Дела болотников Продолжаются Это вот с этой статьей С этой статьей Связан Как можно Осуждать людей Причем на такие сроки За то Что происходило Четыре года назад Мое понимание Этой ситуации Что репрессии Довольно сильно Меняются С одиннадцатого По пятнадцатый год И в частности Если раньше Мы их называли Не мы А как бы в целом Журналисты Аналитики Называли их точечными То теперь Они перестают Быть точными Они меняются Их во-первых Становится больше Это отдельно Их не становится Критически больше Да Их становится больше Там это сотни дел А не десятки дел Но это все еще не тысячи И конечно не миллионы Про тридцать седьмой год Вообще говорить Это еще бред Когда люди вспоминают Не имеют никакого отношения Но не суть Они становятся Гораздо более системными И они Это также заявляют Вполне открыто И по болотному делу Они говорили В своих пресс-релизах Следственный комитет Много раз говорил В открытую Что Мы найдем всех Мы найдем И накажем всех Кого сможем И мы знаем Действительно Что дела продолжаются Арест продолжается И мы также знаем Что следственная группа Не распущена Мы также знаем Что все время Про обновляется Следственное дело Если раньше Достаточно было Посадить Лимонова И ряд Назболов Чтобы как бы Припугнуть Достаточно было Посадить Ходорковского И Не невзли На полотон Лебедева И так далее Чтобы справиться С делом Юкоса Сейчас у них Другой подход Они бы сейчас Посадили всех Сотрудников Юкоса Глобо говоря Всех До кого бы добрались То есть они В принципе Это хорошо Потому что Хорошо Когда вещи Системные А не Выборочные У них теперь Репрессии системные Они их полностью Пытаются ввести В легальное пространство Права А в легальное пространство Права Предполагает Что если ты наказываешь То наказываешь Пять статьи Всех С этой точки зрения Это хорошо Но конечно Это печально Григорий Я бы Прости Что я вмешиваюсь Но это Противоречит Потому что Ты до этого Сказал Про 212 Статью Мне кажется Что С точки зрения Законодательства Они просто Делают все Чтобы это было Возможным Но я это Имел в виду Но они явно Пока этим Не пользуются На полную катушку Приблизительно Я бы наверное Сказал Что они Не очень Видимо Не очень тщательно Ищут Потому что Народ Но мы не будем Подсказываться Мне кажется Мы не должны Мужем подсказывать Да Но действительно То что они продолжают Тут я совершенно согласен Да Они продолжают Понятно На самом деле Я просто Вот это Очень интересно То что происходит Именно с религиозными Движениями Потому что Мы вот в какой-то момент Начали Заниматься Мониторингом Уголовного Прессинга И Не знаю Может Криша Ты побольше Немножко расскажешь Потому что Количество дел Вот именно Религиозных Их Огромное количество Мы про это Мало очень знаем Вообще В принципе В целом И очень многих Преследуют Гораздо более жестоко Чем в Телеваквы Которые больше Говорят Потому что Вот есть Например Организация Хизбут Тахрир Которая Во многих Странах Запечена Как астремистская Но только В Российской Федерации Вообще Она как террористическая То есть Никто больше Террористическая Не признавал А по статьям По причастности К террористической Организации Наказание Гораздо более суровое А сейчас Еще Готовится У нас Тут Пакет Проектов Яровой Который Еще сильнее Короче говоря Людей Только на основании Предположений О том Что они Причастны К Хизбут Тахрир Потому что На самом деле Реальные доказательства В общем Ну как Либо они На каких-то квартирах Собирались И что-то читали И может кого-то Приглашали Более Больше ничего А может быть Даже кому-то Что-то и подкинули Мы точно Этого не знаем Потому что Эти дела На самом деле Толком не Раслили Они плохо Доходят К сожалению И до нас И до правозащитников Вообще До каких-то Искучников На основном К сожалению Приходится Пользоваться Какими-то Пресс-релизами Прокуратуры И так далее Но люди Реально Пролучают Большие сроки Там И До 20 лет Да Но там Более 10 лет Довольно часто Имеется ввиду Религиозные организации По подозрению В религиозном экстремизме Да Это мусульман И терроризме Да Там дела Почти все Однотипные Их нет Дел как таковых Понятно Есть решение О том Что Конкретная Организация Будь то НБП И так далее Является Экстремистской Или террористической И так далее Все Дальше По формальному признаку Ты являешься Или мы считаем Что ты являешься Членом этой организации Мы берем посылку Мы берем посылку Из решения По этой организации Приписываем ее тебе Все Ты улетаешь На 10 лет Там И это как раз Есть тоже признак Некоторой системности Потому что Обычно Под политпрессингом Понимается Когда государство Преследует Навального Ходорковского Конкретно Человек Который ей Очень мешает В данном случае Эти люди Им не мешают Но системно Машинка запущена И включается Ведомственный интерес Ведомственный интерес Центра по протяжению Экстремизму Или ведомственный интерес Если это В случае Сейчас Их становится Все больше и больше Случает Госизмение Ведомственный интерес ФСБ Или в случае С болотным делом Это ведомственный интерес Следственного комитета Им же надо работать Вот ОВД-инфо Надо работать Мы говорим Мы лучше работаем Нас больше цитируют Больше любят больше, не знаю, там, новостей в день пишем. Вот в СССР тоже надо больше и лучше арестовывать и сажать. Это политрепрессия, которая уже имеет интерес не в Кремле, не в политическом центре, а в ведомствах. Это гораздо страшнее, на самом деле. Я бы еще добавил, что нельзя исключать, что в каких-то конкретных случаях, но это, собственно, и так есть, что некоторые активные деятели, мусульманские, кому-то мешают. То есть, помимо того, что я совершенно согласен с тем, что Дмитрий говорит, но помимо этого есть еще конкретные люди, которых удобно теперь еще припахать к этому. И, в частности, например, Кизбукта-Тахрир довольно активно преследуется в Крыму, и просто тамошний активный религиозный деятель мира Иссын-Ку-Ку попал как член Кизбукта-Тахрир, хотя, кажется, вроде бы даже ими не является. Просто удобно. Но факт в том, что законодательство Украины, Кизбукта-Тахрир, не запрещено, а теперь вот законодательство поменялось на этой территории, и, значит, очень просто просто всех, кто хоть как-то был с этим связан, арестовать и дальше посадить. Я бы добавил еще, прости, такой момент, что совсем не про всех политических узников мы можем сказать, что они невиновны. Что ты имеешь в виду? Поясни, пожалуйста. Кто, имея в виду, что ты, например, сказал про Махнаткина, что такой милый человек, как же его можно подозревать, что он ударил полицейского? Очень может быть, что он ударил полицейского. Очень может быть. И многие организации его сейчас не признают политическим. Но даже если он ударил полицейского, или там есть политический мотив, или там нарушается закон на стадии разбирательства в суде и так далее, он все равно может быть признан политическим заключенным. И поэтому очень сложно коммуницировать вообще идею политических репрессий. У нас есть база Politpressing.org, где собраны все эти кейсы. Потому что люди не понимают, что если человек обвинен в терроризме, во-первых, что он не обязательно террорист, а во-вторых, что все равно это может быть кейсом политического давления. Если люди видят, что он обвинен в массовых беспорядках, в болотное дело, да? Не, ну как же, он же реально вышел, кидался камнями и так далее. Он же, мало того, что они не очень кидались камнями, но даже если они кидались камнями, если правозащитники установили факт выборочности, политического мотива и так далее, он все равно политический узник. Потому что эта вся идея прав человека, она на самом деле сложно воспринимаема людьми. Мой любимый фильм, я недавно, мы поняли, вырят, да? «Народ против Лария Флинта». Он очень классно доводит эту идею, что даже если права будут соблюдаться в отношении порноиндустрии, то мои права тем более гарантированы. Вот тут такая же ситуация, если права будут соблюдаться даже в отношении нацболов и исламских экстремистов, это хорошо, потому что тогда уж мои точно будут гарантированы. И у нас очень много проблем с тем, чтобы объяснять людям вообще, что такое идея политических репрессий, потому что это совсем не банально, и многие не понимают. Да, потому что кажется вообще вот сам термин «политзаключенный», он же веян таким ореолом, кажется, что политзаключенный – это обязательно должен быть очень хороший, наш, во-первых, человек, хороший человек, там, да, с достойными какими-то целями и так далее. Вот, мы поэтому стараемся от этого термина чаще отходить, а говорить о том, что есть политическое преследование, и в этом смысле совершенно не важно, какие у человека ценности, если только он сам там действительно не совершал насилия, да, и не активительно призывал, но если… То есть он может нам быть не близок идеологически, он может быть там даже какие-то махинации, может быть, слушал за ним какие-то… Ну, просто он может быть правым, это известно сейчас в Питере там… Да, может быть, правым, левым, радикальным, странным, каким угодно. Да, но важно, что преследование либо, например, нарушаются его законные права на отстаивание собственного мнения, или право на выход на улицу или что-нибудь, или мы усматриваем какой-то политический мотив или что-то такое, и это гораздо важнее того, что это, собственно, за человек. Гриша, спасибо. Значит, редакция ВДИнфо силы на своего любимого конька просветительского. Вот за что я вас вот страшно люблю. И поговорили за то, что вы очень любите такие какие-то простые вещи, которые до народа не доходят, объяснять ему. Вот, например, у вас была прекрасная статья о вандализме. Что такое вандализм на самом деле? Это в связи с раскраской, значит, вот этого здания на Котельнической набережной. Но, увы, нам пора заканчивать нашу программу. Я с удовольствием повидалась сегодня с редакцией ОВДИнфо Григорием Охотиным, Даниилом Белинсоном и Григорием Дурновой, и привкнувшей к ним Дарья Рудановская, координатором нового правозащитного проекта Human Rights Incubator. Вела программу Елена Фанайлова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова